Всем добрый день, доброй ночи или доброе утро! Меня зовут Наташа Осман, и сегодня я вам расскажу, что нужно взять с собой на Камчатку. Я нахожусь сейчас на турбазе, у нас 5 утра, недалеко от вулкана Горелой. Очень много тут всего интересного. И быстренько расскажу, что необходимо 100% взять с собой в путешествие на Камчатку. Потому что я очень долго искала, читала различные рекомендации, но ничего толкового не нашла, поэтому решила вам записать что-то интересное. Мы поехали на Камчатку в сентябре, но плюс-минус, так как погода очень меняется, плюс-минус, я думаю, одежда должна быть всегда одинаковой. Ну, не считая лета, она должна быть немножко полегче. У меня завалена целая кровать одеждой, которую нужно обязательно вам озвучить. Так, конечно же, в первую очередь вам нужно взять несколько шерстяных носков. Одни, кстати, на мне. Они очень будут полезны, несмотря на то, что у вас обязательно должны быть термоноски. Так, носки идут в копилку. Несколько теплых шапок. Хотя погода плюс, тут очень суровый ветер. Это прям очень важно. У меня еще есть вот такая вот штука, капюшон. Он непродуваемый. Если что, вам ничего не будет страшно, потому что вид транспорта тут разный. Очень много людей ходят пешком, поднимаются на вулканы тоже пешком. Ветер тут суровый. Несколько шарфов. Вот у меня вот есть вот такой вот красивый. Прямо активно заматываешь. Так, носки, как я говорила, термоноски. Вы удивитесь, но возьмите обязательно что-то для плавания. В моем случае это плавки Мурада. Это не для меня, а для него. Потому что здесь, в долине гейзеров, в принципе, есть шанс искупаться. Неважно, в какую погоду. Обязательно водонепроницаемые штаны. Они прям надеваются сверх ваших джинс, брюк или еще чего-то. Это 100% нужно в любое время, в любую погоду, потому что тут часто дожди или снег. В моем случае я вам тоже советую обязательно взять какой-нибудь красивый модный свитер. Объясню зачем. Вам наверняка захочется сделать красивые фотографии на память. И вот этот свитер, я надеюсь, мне точно пригодится. Не функционально, но для фото это будет просто супер. Да, куча теплых свитеров с различными шеями. Я, например, вчера носила два один на другой, и мне было, ну так, средненькое. Обязательно какую-то куртку, которая может мобильно сложиться, вот в такой маленький мешочек. Я ее закинула в рюкзак и пошел. Очень удобно. Что у нас еще? Мы брали с собой рации, потому что, несмотря на то, что у нас есть проводники и гиды, очень легко друг с другом потеряться, очень переменчивая погода, особенно на вулканах. И это помогает связываться друг с другом. Прием, прием. Возьмите с собой побольше зарядок, потому что мы ночевали несколько дней в палатке, и, конечно же, там нет электричества. И вот такие различные зарядки нам очень-очень помогли. Обязательно их проверяйте, да, заряжены. Я, как женщина в этой семье, всегда беру с собой какие-нибудь печенья или шоколадки, потому что ты не знаешь, когда ты поешь в следующий раз. Поэтому всегда с собой я беру что-то вкусненькое, сладенькое, чтобы похомячить. Я с собой беру какие-нибудь браслетики-обереги. Я знаю, что это больше такое психологическое, но этот браслетик из Перу, к примеру, он путешествует со мной на Камчатке. Солнце-защитные очки. Тут днем бывает очень хорошее солнце. Может быть, не такие фэшн, но в моем случае они очень удобные. Сейчас, особенно в 5 утра, они мне очень помогают. Аптечку, конечно же, аптечку на всякий случай жизни. Если не вам, то вашим друзьям 100% пригодятся. Я прям собираю такую дорожную на все случаи жизни. Есть вот такая твердая зубная паста в таблетках. Это очень удобно. Теплоиды активируются, открываются их, засовывают и греют. Тело очень моя одна из любимых штук. Множество джинс, спортивных костюмов. У меня прям я надеваю одно за другим. Конечно же, фотоаппарат. Что у нас еще? Косметику я не беру, я беру только крема защитная для лица и для рук, потому что очень ветрено. Конечно же, ноутбук какой-нибудь полегче и поудобней, чтобы сразу же скидывать фотографии, смотреть прогнозы погоды, писать красивые тексты друзьям и быть всегда на связи. А, ну как я могла забыть? Даш, девичок! Желательно, чтобы он был, у меня еще, видите, этикетка на нем. Желательно, чтобы он был поярче, чтобы у вас можно было увидеть издалека. Сухой шампунь обязательно, потому что я вот сегодня впервые помылась за несколько дней. До этого он спасал. А, трекинговая обувь. Вот она не очень красиво выглядит, но тем не менее она очень спасает. Она теплая достаточно. И берите на размер побольше, чтобы можно было надеть ее с шерстяным носком. Что же еще? А, ну и берите обязательно своего мужа или бойфренда, который будет таскать ваши чемоданы, потому что здесь важно очень наслаждаться тем, что происходит вокруг, побольше теплого. И не забываем их вам в путешествиях. И как говорят, я уже шутила на эту тему, молодые блогеры, ставьте лайки и куда-то вот здесь вот подписывайтесь. Что, следующий гид откуда делать?